Россия нас съест. Кто хочет развалить отношения Беларуси и России? Я в этом котле варюсь и участвую в этом. В Киев и Варшаву американский президент приезжал не для поиска мира. До свидос. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. США запретили поставлять в Беларуси Россию смартфоны дороже 300 долларов. Ограничения коснутся не только телефонов, но и вентиляторов, кондиционеров, холодильников, микроволновок, посудомоечных машин, принтеров и другой техники. Всего в списке их 276 позиций. Для того, чтобы совершать покупку в Беларусь и Россию, экспортеру потребуется особая лицензия, которую будут предоставлять в исключительных случаях. Но Лукашенко сделает так, что белорусский народ будет ходить с кнопочными телефонами без интернета и будет очень этому рад. Российская Федерация прекратила поставки нефти через Беларусь в Польшу по трубопроводу «Дружба». Мне казалось, что трубопровод «Дружба» уже давно не функционирует. Хотя была информация о том, что его открывали, потом закрывали. Но, в общем, сейчас он закрыт. Путин ужасно боится роста гнева среди россиян, разочарованных войной в Украине. Он прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить. Бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савастьянов. Путин понимает, что поражение в этой войне равно окончании его правления и окончании его жизни. Вполне возможно, его сами россияне порвут на куски. И не те россияне, которые были всегда против него, а те самые зетники, которые боготворили его когда-то. Ну а следующий график довольно интересный. Ну, с учетом того, что рассказывал, допустим, Лукашенко с Путиным, что ковид очень сильно нужен был Соединенным Штатам Америки. Для кого-то пандемийный 20-й был тяжелым. Но только не для китайского автопрома. Именно с этого года Китай начал массово распространять свои машины. Рост на графике очень сильно опережает ведущие автомобильные державы. Ну, то есть, по факту, перед 20-м годом никто не покупал эти автомобили, а после 20-го года начался рост. Но, не подумайте, Китаю ковид был совсем не нужен. И пошел он оттуда, потому что дикие утки с Украины принесли ковид туда. Ну, а это шок-контент, так сказать. Соловьев нашел двойника Зеленского. Такие заголовки пестрили в русском пропагандистском пространстве. Этот двойник оказался охранником. Его зовут Максим. Если посмотреть внимательно, вообще одно лицо. Ну, они любят натянуть сову на глобус, прекрасно понимая, что их Путин с бункера не выходит. Поэтому пытаются обвинить и других людей в том же самом. Зять Шойгу обозвал рашистов зэт-быдлом. Сам Столяров не воюет и часто отдыхает за границей. А после того, как он лайкнул антивоенный комментарий Дудя, ему массово начали писать рашист. Ну, он их просто послал. Немного позже он заявил о том, что это все фотошоп, это не я. А владелец чувака Вагнер вообще попросил привезти его на фронт. Так сказать, научить патриотизму хочет Пригожин. В общем, чем сложнее ситуация на фронте у Путина, тем больше крысы между собой грызутся. Лукашенко заявил о том, что поляки и литовцы мечтают о лукашенковской диктатуре. Когда приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят, мы тоже хотим. Скорее всего, эти люди из Польши и Литвы – это друзья Лукашенко. И приезжали они не в реальную Беларусь, о которой я много рассказывал и показывал, а в лукашенковскую зазеркальную Беларусь, где ни белорусов не видно, ни того, что в реальности в этой Беларуси происходит. Ведь любой адекватный человек понимает, что в Европе объективно лучше не потому, что страны лучше, не потому, что там люди какие-то особенные, да потому, что там нет такого лукашенка. Лукашенко рассказал о том, что та информация, которая появилась в разведке передовых стран мира – это фейк. И никакая Россия не хочет поглощать Беларусь. Начнем постепенно. Полуголодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, о том, что якобы все, к 2030 году Россия нас съест. Холодная Европа выглядит примерно так. Это Германия. Итак, средина февраля. Замерзающая, загнивающая Европа. Подснежнички. С этим мы разобрались. Теперь давайте послушаем Лукашенко. Я не знаю, о чем ты говоришь. У нас есть своя стратегия? Есть. У России ядерная крупная держава. У нее есть своя стратегия? Есть. Жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. Сто процентов. Я в этом полностью котле варюсь и участвую в этом. Я не исключаю, что этот документ был. Это все фигня. И тут дело в том, что Лукашенко не может открыто признаться в том, что он продал страну. Ведь в 20-м году он был в таком положении, что мог потерять не только власть, но и жизнь. Не только свою, но и сыновей. И в тот момент пришел Путин. Протянул, так сказать, ему кровавую руку. Лукашенко сейчас ничего не решает, очевидно. Имея страну, в которой находятся военные чужой страны и ведут войну с твоим соседом, очевидно, ты не имеешь никакого влияния на эту самую страну. Ведь страны ОДКБ – это не Лукашенко и Путин. Там достаточно много стран. И никто из них не пускает военный контингент на свою территорию для нападения на какую-либо страну. Все довольно просто. Не нужно выдумывать велосипед. Лукашисты и подобные недомрази пытаются рассказать белорусскому народу, что политика – это очень сложно. По факту, все очень просто. Это обслуживающий персонал, который должен улучшать жизнь простых людей. В Беларуси жизнь становится хуже. Ведем войну. Убивают братский нам народ. Значит, Лукашенко не место в нашей стране. Президент Франции Макрон в начале апреля посетит Китай. Он обратился к Пекину за помощью в прекращении войны. Все больше и больше стран говорят о том, что Китай должен появиться в информационном или физическом пространстве и помочь с урегулированием этой самой войны. Скорее всего, европейские лидеры и США поняли, что было бы неплохо перетянуть Китай на сторону добра, чтобы у Путина выбить стул из-под ног. Скорее всего, это долгосрочная стратегия и, скорее всего, как мне кажется, она получится. Путин сейчас с Лукашенко очень сильно стараются этого не допустить. Но всем нам с вами понятно, что Лукашенко и Путин не смогут ничего предложить Китаю. Ну, по сравнению с тем, что может предложить США и Европа. А Китай решает вопрос только так. Если для его страны это интересно, значит, мы будем говорить. Если нет, то не в этот раз. Мужчина, который недавно выстрелил в ОМОНовца в Петербурге, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом принял решение Куйбышевский районный суд. По данным следствия, разделяет взгляды экстремистской группы артподготовка. Мужчина частично признал вину и не возражал против заключения. На суд его привезли, как вы видите, в медицинском комбинезоне. Что вы думаете по поводу этого человека? Напишите в комментариях о его поступке и согласны ли вы с тем, что он сделал. Иран разработал крылатую ракету дальнего действия, которая способна летать на 1650 километров, сообщает Рейд. В общем, эта новость не может нас не напрягать. Чем больше разработок у Ирана, тем больше этих разработок у Лукашенко и Путина. Ну, сейчас у Путина, потому что Лукашенко не является политической фигурой. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Слава Украине!